всем привет вы снова на канале академии час magic и я хотел бы всех пригласить вас еще раз на наши сборы которые будут в сербии с 5 по 16 марта разделены будут на два этапа с 5 по 12 и с 13 по 16 второй сбор и вся информация будет ниже в описании или на нашем сайте час magic точка ком да но сегодня идея видео чтобы рассказать о том как выиграть партию которая складывается тяжело не просто всегда есть какой-то момент где вы можете перевернуть игру где можно зацепиться когда кажется вот вы уже падаете в пропасть и тут вот какой-то камень вас удерживает но для этого надо иногда сильно напрячься или поймать вдохновение и вот какие-то такие вот нюансы позиции найти чтобы сопернику тоже стало нелегко эта партия игралась месяц назад на чемпионате казахстана и моим соперником был константин казаков талантливый шахматист из павлодара международный мастер который удивляет своими решениями и быстротой игры он потрясающе быстро играет на его счету много побед где он не потратил и получаса прям побед над соперниками гроссмейстерского уровня гроссами над игроками 2 600 плюс даже и даже он вызывал некоторые подозрения знаете у людей которые склонны конспирологии и мне ни разу не удалось у него до этого выиграть все партии заканчивались в ничью в какой-то сумасшедшей борьбе и поэтому я хотел играть солидно солидно на небольшой плюс своим опытом своими годами и я поэтому пошел d4 c4 но вот второй ход моего соперника меня немножко смутил и я считал что так играть неправильно нельзя что белых должно быть преимущество во всех раскладах можно пойти наверно и f2 f3 это был мой дальний план давний но я подумал пойду-ка я сюда и пойду так идея что я хочу захватить центр кодом е2 е4 как мы видим вынуждаю соперника пойти d5 и после коня в 3 и размена я получаю мне казалось выгодную версию варианта петросяна новоиндийской защиты где белый обычно играют a2 a3 на более ранней стадии а здесь я не потратил время на этот ход пешкой и решил продолжить развитие ходом слон d2 но сразу скажу что может быть сильнее все-таки пойти сразу е2 е4 и играть вот такую позицию но я подумал что я попробую забрать фигуры и буду играть на небольшой перевес в общем солидно и после е4 я забираю слоном и завершаю развитие практически но вот здесь вот что-то меня переклинило тут я передумал в общем засомневался и вместо того чтобы пойти короткую рокировку решил сделать более правильный более сильный ход более активный потому что посчитал что я себе не прощу малодушие пойду-ка я думаю в три нуля все-таки ладья выходит на противостояние с ферзем на открытую линию почти в общем тут будет мне казалось классно то что рокировки разносторонние на меня это смущало но подумал ладно все таки темпы терять нельзя соперник играет ферзь c8 убирает ферзя хочет может пойти слона 6 чтобы поменять моего красавца на d3 я играю е5 открываю этого слона заставляю двигать крайнюю пешку иначе я бы его просто съел ну я даю шаг загоняю короля под ладью и сам предлагаю размен слонов решение может кажется неожиданным но надо сказать благодаря пешке е5 сильный черные легкие фигуры стеснены и конь на d7 и чернопольный слон тоже их довольно ограниченного воздействия ну и я думал что сейчас я захватываю контроль над полем d5 и если скажем c5 освобождающее продвижение то после d5 я контролирую линию d у меня ладья выходит классно и у черных фигур по-прежнему мало нормальных полей но здесь впервые за партию мой соперник меня неприятно удивил в первый но не в последний раз и надо сказать вот начиная с этого момента партия идет под его диктовку кто хочет потренироваться нажмите на паузу в этом видео попробуйте найти ход который костя нашел довольно быстро и который меня поверг грустные размышления он играет p5 классный ход во первых хочет двинуть пешку вперед не будем забывать что мой король где-то рядом а а во вторых хочет активизировать своего коня и перебросить его с жалкой позиции d7 на поле d5 на лучшее поле в этой структуре но я подумал ну ладно что делать играю h4 белым тоже надо как-то атаковать черные b4 пошли напали на слона и потом c5 тут я понимаю что я что-то как-то не успеваю при нормальной игре в общем черные сейчас заберут пешку мою на d4 и вот как заберут так откроются ферзи и у меня король еще сзади эншпиль вряд ли очень уж хороший у белых вообще непонятно что делать я подумал подумал и пешкой рванул вперед подумал окей хотя бы закрою линию c и навяжу свою игру идея что если пешка бьет то я иду слон f5 и тут у меня много угроз я хочу и пешкой рвануть центральный е6 и ладью может на h3 вывести жертва слона на 6 намечается и потом сердце 2 в общем ну надо тоже сказать что черный король находится под атакой ну а если слон бьет d5 то ситуация может быть чуть получше но тогда я не теряю темп могу может быть сразу сюда пойти но здесь меня ждал очередной сюрприз второй уже это ход c4 вначале я подумал что ход крайне глупый потому что допускает такое достижение белых как ход d6 но тактически оказывается что у черных есть и просто темповое размена в ход конь c5 с темпом конь на d3 куда-то впадает в общем что-то мне не нравилось и а потом и соперник скажу что можно вообще пойти b4 b3 и партию закончить аж под боем ферзь если ферзь уходят то черные настаивают и тут ну все уже катастрофа если ну бить то после размена черные заберут с шахом и в общем финита ля комедия да ну пришлось как-то напрячься а что-то немного запаниковал решил пойти королем хотя это хороший ход но тут вот я понял что все таки не зря тигран вартаныч играл а2 а3 в дебюте поле b4 важно контролировать все-таки иногда это стоит темп особенно когда еще силы и планы не определились ну и вот третий сюрприз следует все равно b4 b3 окажется проходит вроде как жертва пешки но жертва пешки временная потому что если забирают то конь выпрыгивает с темпом нападает и на ферзя и на слона надо куда-то бежать но тогда после размена и взятия на d5 белые вообще-то могут сдаться потому что монстр на d5 там ферзь выскакивает на а6 ладьи идут и король белых но это просто голый король тут сопротивление долго не окажет никакой маг поэтому приходится менять ферзей хотя эншплей не хотел играть изначально ну и вот тут сложный выбор можно ударить было и сюда чтобы ладью на f8 сохранить но я понимаю почему соперник выбрал другой ход потому что здесь каких-то вариантах если пешка все-таки моя окажется на d6 то после взятия на е7 ладья на f8 будет под боем но может быть я так пошел бы сейчас точно не помню что я хотел играть но очень свои минусы есть у положения ладьи на f8 поэтому кости играет ладья бьет c8 и ставит меня в тяжелейшее положение потому что ну под боем во первых пешка на d5 во вторых он то есть вот эта пешка ну черные хотят ее съесть во вторых они хотят пойти конь c5 это тоже очень неприятно нападение на слона и слона нет ни одного поля вообще если этого слона белые теряют за коня то их позиция становится невыносимой и в-третьих у них есть идея также пойти f7 f5 и тоже слона этого прогонять и тяжело вот тут надо сказать ко всем моим бедам добавилось еще и отставание по времени я уже потратил здесь более или около часа а мой соперник может быть всего лишь 20-25 минут то есть на полчаса времени у меня было меньше но и позиция моя была плохая во всяком случае опасная и вот ради этого момента я это видео и хочу записать поделиться с вами как вот какой-то момент можно зацепиться за последний вагон уходящего поезда кто опять-таки тренируется поставьте паузу на этом видео подумайте а я здесь подумал еще минут десять я сейчас ход видел чуть раньше но не знал нужно его делать не нужно но здесь я понял что у меня просто нет выбора или я погибаю постепенно или у меня какой-то шанс будет я играю конь g5 и вот этот ход выигрывает партию нет конечно позиция белых еще далеко не выиграна может быть даже в черных все еще преимущество но психологически ситуация меняется я получаю спокойствие потому что на все ходы нападения на слона я всегда смогу идти слон f3 и это прямо мне было как на эти бальзам на душу потому что слон на f3 будет стоять спокойно уверенно пешка d5 всегда будет под его защитой и если даже потеряем то как минимум вот этого слона этого монстрика на b7 мы тоже обезвредим братья опасно хотя может быть и стоит но мало кто решится потому что после король g8 но я могу шаг дать и пойти может быть до 6 потом какая-то атака по линии аж в общем белые реализуют разные мечты и но тяжело знаете тяжело решиться на такое взятие а что делаете оказывается что вот ладьета на c8 стоит где-то и хорошо конечно где-то она хорошо стоит но и на f8 и тоже может быть место потому что c8 она защищает пешку f7 поэтому f8 нет хорошее поле f8 до отметим зеленым а не красным и ход подчеркивает недостатки к тому же ты хотел совсем с комфортом оказывается пешка f7-то под боем и вот тут произошло удивительное то мой соперник задумался на полчаса случай уникальный по моему его практике или всяком случае очень редкий он не знал как защитить тому же белые хотят пойти уже d5 бьет е4 потому что слон то уже под защитой коня видите конь защищает и костя решил сыграть f5 опять удивил четвертый сюрприз за партию за 20 ходов но это сюрприз скорее приятный потому что все таки сильно ослабляется планк и после взятия мы видим что под боем конь под боем пешка но так надо бить я бью у меня сильная проходная но вот ходом ладья c4 казаков показывает свою идею его идея в том что если белые играют допустим ну спокойно и уверенно конь f7 шаг и потом е6 то следует неприятный тычок кто тренируется в тактике наверное его уже увидел кто хочет паузу ставит и оказывается что ладья на c4 пришла не просто так а после е3 нападением слон е3 следует шаг и мат королю да и вот эта угроза оказывается нависает очень серьезно и только конь уйдет в общем все будет нехорошо но надо сказать что здесь у белых уже есть немало плюсов до черные где-то угрожают матовой атакой но у белых лишняя пешка и эта пешка непростая пешка золотая пешка на d7 и я играю ладья c1 темповой ход чтобы поменять эту ладью активную и если черные меняются то белые могут отдать даже этого коня потому что они заезжают ладью на седьмой ряд с темпом выгоняют слона а потом важный ресурс что они бьют слоном на g5 и поле d8 становится ближе с каждой секундой потому что ну допустим после размена g5 белая пешка е присоединяется к своей подруге ну и или сама становится ферзем или делает ферзем своего коллегу поэтому непонятно что делать и ладья c1 видно что ход хороший надо было играть ладья d4 и срочно отбирать пешку но у белых уже все в порядке у белых инициатива и мы видим что слон на е3 стал сильно во всяком случае этого я не опасался костя играет ладья a4 но его идея та же что если черно-белые опять-таки дадут шаг и пойдут ну е6 например то опять-таки последует е3 и под боем слон и потом слон е4 и катастрофа но тут я уже понял что конь в принципе стоит комфортно пусть и под боем и хожу в начале ладья c7 нападаю на слона слон уходит появляются угроза но угроза непростая угроза матов два хода слон d3 шах и потом мат ладьей ну какая фигура у белых играет недостаточно ладья на h1 и ходом ладья h3 белые показывают что ситуацию они в принципе контролируют потому что если слон d3 шах то мы можем пожертвовать качество потому что тут же мат по последнему ряду тут не спастись и делать особо нечего черные бьют hg и тут важный момент надо не пешку ударить шахом а ударить слоном потому что очень много это дает для продвижения центральных пешек уничтожения этого слона взяли взяли с шахом и пешки пошли вперед и очень важно что не может король подключиться к защите этих пешек к остановке потому что по линии h и мы красиво можем выиграть проводим ферзя и вот такой линейный мат ладья на h3 делает свою работу но это красиво выигрыш можно конечно и просто дать шах и грубо выиграть провести ферзя вот так вот шахом поэтому приходится играть ладья d4 защищая линию d и ставя последнюю ловушку то есть если е7 пойти то черные дадут шах и съедят пешку и партию выиграют поэтому надо включить короля ну король c1 вот так не то чтобы его очень приятно делать потому что клаустрофобия тут слон е2 может быть с угрозой мата но к счастью слон не может двигаться слон е8 ну и все и белые матуют первыми как всегда шахматы трагедия одного темпа но тут уже отхода е6 е7 нет защиты даже после ладья d8 е7 следует и как катящиеся камни они сметают все опрокидывают защиту ну и после взятия размен ладей черные не могут брать на d7 потому что тогда будет е8 ферзь и эта угроза решает ладью приходится уходить но тогда у белок лишнее качество миллион пешек и мой соперник здесь сдался и я хочу сказать у него были тут секунды на часах он на секундах играл тоже уникальный случай а у меня еще было минут 15 в запасе когда у константина казакова остается очень мало времени и помню как-то гроссмейстер анор из мугометов придумал такой короткий анекдот у казакова упал флаг настолько это казалось нереальным но вот в этой партии паладарский мастер был близок к тому чтобы этот анекдот стал былью вот такие дела еще раз напоминаю всем о сборах подписывайтесь на наш канал будет много интересного я буду рассказывать и о своих партиях но и о партиях великих о книгах которые читал и которые помогут всем молодым шахматистам если что задавайте вопросы в комментариях не сомневайтесь ставьте лайки продвигайте это видео до новых встреч друзья мы с вами на канале шахмат рок-н-ролл который постепенно будет превращаться в канал час magic academy до свидания